Всем огромный привет! Сегодня готовим очень вкусный Цезарь Ролл. Что нам для него понадобится? Будем готовить просто по-домашнему. Из тех продуктов, которые я нашла в холодильнике, кое-что пришлось купить. Нам понадобится лаваш, немного салата, салат может быть любой, у меня салат Айсберг, немного зелени, помидор обязательно, вот такой красивый красный. Конечно, зимой найти красивый помидор очень-очень трудно, но я постаралась и нашла. Немного сыра, совсем немного красного лука, можно взять самый обычный, и куриное филе. И вот такой вот соус, у меня соус для салата Цезарь, очень тоже вкусный. Что нам нужно предварительно сделать? Все делается очень быстро, просто легко. Я помыла курицу, разрезала куриное филе еще вот так вот пополам. Поэтому у меня с одного куриного филе получилось таких две интересных и красивых филешки. Намариновала соль, перчик, чеснок и имбирь. Больше ничего не надо, вы маринуете по своему вкусу. В принципе, филе можно просто отварить. Сейчас я филе буду закидывать на сковородку, покажу вам, как я его обжариваю. Буду жарить на хорошо разогретой сковороде, без масла, примерно по 5 минут с каждой стороны. Мне для моего Цезарь-рола понадобятся вот такие две куриные филешки. Пока жарится куриное филе, натираю сыр, но на мелкой терке. У меня самый обычный твердый сыр, надо его вот так хорошо потереть. Можно потереть на крупной терке, в принципе, это не столь важно. Переворачиваю через 5 минут куриное филе и обжариваю 5 минут с другой стороны. Филе получается очень сочное, очень вкусное. По 5 минут с каждой стороны ему вполне достаточно. Главное его не пересушить. Помидор нарезаю полукольцами. Вот так. И лук нарезаю тоже тонкими полукольцами. Зелень мелко измельчаем. Вот так. Вот такое красивое у меня получилось жареное куриное филе. Оно еще горячее. Аккуратненько нарезаем его длинными ломтиками. Вот так. В принципе, можно филе дать остыть. Посмотрите, какое оно получается сочное. Сейчас я вам покажу. Все успевает приготовиться. Получается вот такое сочное, очень вкусное. Главное филе не пересушить. Пускай немножко остынет. Ну и все наши ингредиенты готовы. Давайте собирать наш вкуснейший цезарь ролл. Раскладываем лаваш. Лаваш кладу вот такой жареной стороной вверх, а чуть менее прожаренный вниз. Все равно мы будем наш лаваш обжаривать. Сейчас хочу парить немного соусом. Прямо вот так совсем чуть-чуть. Посыпаем сыром. Выкладываю листья салата айсберг. Можно взять самый обычный салат. Листовой или пекинскую капусту. Это, в принципе, не столь важно. Выкладываю дольки помидора. Дальше кусочки курицы обжаренные. Кладите побольше. Курицы много не бывает. Будет настоящая вкуснота, я вас уверяю. Сверху лук. Присыпаю все это безумство сыром. И вот так вот зеленью. Зелень я очень люблю. Можно посыпать побольше. И заворачиваем наш цезарь ролл. У меня такой немножко суховатый лаваш. Но это ничего страшного. Мы как раз дадим нашему лавашу новую жизнь. Вот так подгибаете края. И сворачиваете лаваш. Вот такой цезарь ролл у нас получился. Теперь разогреваем сковородку гриль. Или в данном случае, как у меня, мультипекарь. В принципе, это нет никакой разницы. И сейчас он разогреется. Положим сюда наш лаваш. Выкладываем ролл. И жарим минут 5. Ну и вот такой вкусный цезарь ролл по-домашнему у меня получился. Удивите своих друзей и близких вот таким сочным цезарь роллом. Кому понравился мой рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Делитесь там моими рецептами со своими друзьями и родственниками. Подписывайтесь на второй канал, чтобы не пропускать новые видео о покупках и не только. Обещаю вам, там будет интересно. Всем огромное спасибо. До свидания и пока. До свидания.